всем большой привет и добро пожаловать на мой канал не так давно на моем канале вышло видео где мы с вами учились крепить глазки на безопасном креплении и я это делала на примере одного из моих медведей но там была связана только голова это это была только шкурка но сегодня я уже готова вам показать готовую игрушку я ее довязала но хочу вам напомнить что это была первая игрушка из пряжи alize softy это был такой мой эксперимент раньше из этой пряжи не вязала только ирна джинс но вот решила попробовать из этой пушистой мягкой пряжи и сейчас я вам покажу что у меня из этого получилось но прежде чем я перейду к основной части моего видео я хочу сказать что у меня самые самые лучшие зрители спасибо всем кто подписывается на канал и сейчас последние несколько дней ваше количество набирается с небывалой скоростью чему я очень рада и благодарна вам что вы подписываетесь значит я могу сделать выбор что вам интересно то что я делаю и это мотивирует меня делать дальше ну а сейчас приступим к теме нашего видео и сейчас я вам покажу эту игрушку вот такая огромная мишка у меня получилось она неимоверно мягкая приятная на ощупь очень пушистая я не знаю видно ли вам но она мохнатая большая ее рост с ножками 50 сантиметров а сидя 40 но я ее вязала по схеме медведя самого маленького который у меня есть это 36 сантиметров но вот из 36 сантиметров пряжи ирнар джинс из ализе у меня получилось 50 сантиметров это будет медведь еще именной это я связала показала девочки она все одобрила одобрила это мягко сказано сказала пишем здесь оля и все это будет мой медведь никому не отдам но я честно сказать тоже влюбилась в эту мишку и да я в принципе в каждую игрушку так влюбляюсь и думаю что я наверное оставлю ее себе кто девочки вяжут напишите в комментариях нормально ли это если у вас такое тоже что вы влюбляетесь в каждую свою игрушку но с другой стороны я где-то слышала такое выражение что если ты не влюбляешься в каждое свое изделие то тебе пора завязывать это делать поэтому я думаю что все нормально так оно и должно быть вот эта мишка будет у нас именная я ее не отдаю пока потому что мне нужно было снять для вас это видео здесь мы сделаем еще вышивку с именем и даты рождения она самостоятельно сидит я вам конечно это продемонстрировать сейчас не могу но единственное что могу сказать что когда я ее показала то всем стало нужной игрушки именно из-за лизе софти а я вам рассказывала что вязать из нее очень сложно особенно когда вы это никогда не делали и для тех кто только начинает и особых навыков вязания у кого нет ну я могу сказать что вы обязательно должны это попробовать потому что вязать из нее это одно удовольствие просто даже в руках держать колбочек когда он еще весь расправленный когда он не стянут вот в эти вот ниточки он даже когда уложено все это в одну гладь столбиков и то очень приятно на ощупь а когда она еще все пушистое такое воздушное это еще более мягкое такое приятное но я могу долго рассказывать и вы лучше один раз попробуйте потрогайте это все и поймете о чем я говорю поэтому лучше попробуйте если вы не делали никогда ну могу вам сказать что вы повяжете один моточек второй а там уже вы поймете всю механику и будете спокойно вязать из этой пряжи точно так же как и из любых других ниток и теперь все захотели игрушки из такой пряжи поэтому я думаю мне придется ее полюбить потому что но мне и самой готовый результат очень нравится и заказывают конечно из нее теперь больше но и на этом фоне когда увидели вот эту мишку другая девочка сказала я хочу зайца и тогда родился вот этот заяц мы долго думали какую же схему выбрать какую сделать расцветку но в итоге сделали вот такой еще ножки у нее такие же персиковые вот так она сидит сидит она менее устойчиво чем медведь но тем не менее сидит самостоятельно такие двухсторонние ушки у нее можете вот так их закинуть а с этой зайкой у нас вообще вышел анекдот просто это заказала девочка у меня с работы я и приношу сегодня показать что вот такая она получилась она изначально хотела вообще большую толстенько что была такая хорошая высокая но схемы я никакой не нашла поэтому придется говорю мне изобретать эту схему самой но на это понадобится какое-то время но она уже посидела подумала что ну хотя и такая зайка тоже ее устроит и давай оставим такую я заберу эту и сказала мне надо написать где-то на этой зайке имя полина чтобы заяц был в итоге именным давайте уже уберу ее чтобы заяц был в итоге именным я говорю хорошо напишем в итоге приходит у нас другой мальчик на работе увидел при этом он раньше уже видел другие мои игрушки но они как-то ему видимо не заходили потому что особого интереса он не проявлял к ним а сегодня он увидел этого зайца говорит это откуда это кто делает а я тоже хочу ну что-то в этом плане и позвали меня говорит сделай мне такого же зайца пойму надо вот через пару дней и в итоге решили что этого зайца он забирает а девочки я свяжу еще одну игрушку и говорит только напиши мне на этом зайца полиной ну в итоге получилось так что этот заяц точно связан для полины значит так его и назовем заяц полина и я вот так придумала что когда я сделаю зайца в большом формате большой будет большая игрушка то и мастер-класс я назову зайка полина как-то мне кажется это символично так немного вот я думаю что надпись эту сделать так как у нее пузико здесь достаточно маленькая я думаю что сделаю ей где-нибудь здесь на юбочке и если я сделаю эту надпись раньше чем выложу это видео то я вам покажу готовую фотографию как она все это выглядит вот так что я вам показала все свои изделия которые у меня стали связаны и не показанные вам ну и еще я вам хочу сказать что вы не только у меня самое лучшее но и самые внимательные и зрительница елена написала мне недавно что у меня в мастер-классе про коровку нет хвостика почему-то у меня и здесь нет хвостика и здесь хвостика я не знаю почему но я почему-то не вижу эти хвостики я видимо про них забываю вообще у меня и любимое дело в игрушках это их набить и когда они уже все готовые набиты особенно когда оформлено морды то уже там красота красивенная и что-то делать еще даже и видимо не считаю нужно я не знаю почему я не вижу хвосты игрушкам видимо надо начинать с этого связала туловище и сразу же вяжешь хвост и все иначе из головы вылетает и ничего не довязано поэтому я обязательно исправлюсь спасибо что вы об этом написали что вы так внимательно посмотрели мастер-класс и поняли что чего-то не хватает и я обязательно подпишу схемы вязания хвоста для коровы во второй части этого мастер-класса а я благодарю вас всех за внимание подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны ставьте лайки этому видео и всем остальным переходите в другие мои видео там еще много всего интересного но я с вами прощаюсь ненадолго скоро у нас выйдет новый мастер-класс поэтому ставьте колокольчик чтобы вас оповестили что появилось новое видео на моем канале до скорых встреч друзья пока пока и Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok